Всем добрый день! Сегодня мы с вами будем готовить прекрасную закуску на зиму, леча из кабачков. Холодными вечерами баночка этого чудесного кушания, как ни за кстати, придется к вашему столу. Итак, нам с вами понадобятся кабачки 1 кг, помидоры 1 кг, морковь 0,5 кг и лук 0,2 кг. Также нам понадобится чеснок 2 зубчика, если у вас мелкий чеснок, то 4 зубчика, также масло подсолнечное 1 стакан, уксус, у нас уксусная кислота 70% 1 столовая ложка, соль 1 столовая ложка и сахар 1 столовая ложка. Морковь нужно нарезать тонкой соломкой или натереть на крупной терке. Лук можно тоже соломкой порезать или мелко нарезать. Кабачок нужно нарезать на кубики. Помидоры прокрутить через мясорубку. Мы с вами подготовили все овощи. Еще раз повторюсь, морковку трем на крупной терке. Лук нарезали. Кабачки тоже нарезали кубиками. И помидоры мы прокрутили через мясорубку. Так, еще хочется сказать, что кабачки, если у вас молочные, то семечки вырезать не надо. Они потому что мягкие. Ну а если уже переросшие, то надо, конечно, семечки вырезать. Итак, начинаем готовить. В кастрюлю, в которую будем готовить, мы выливаем наши помидоры, добавляем лук и морковь. Сейчас ставим на огонь. И нам с момента закипания нужно протушить минут 10, для того, чтобы наши луки и морковь стали мягкими. Ничего больше мы сюда не добавляем, ни соль, ни сахар. Только тушим. Забывайте все помешивать. Теперь добавляем сюда кабачки. С момента закипания тушим 20 минут. Постоянно нужно помешивать. Добавляем сюда масло, соль, сахар и через чеснокодавилку выдавливаем чесночок. Все хорошо перемешиваем и тушим. У нас уже закипело 20 минут. Наше лечо готово. Выключаем газ. И сейчас мы с вами будем добавлять уже уксусную кислоту. И все хорошо перемешиваем. Как только все хорошо перемешаем, будем раскладывать стерилизованные баночки. Обязательно не забудьте простерилизовать крышки. И раскладываем по баночкам. Закуска получается очень вкусная. Лечо из кабачков всегда вкусное. Также можно есть как самостоятельное блюдо или можно добавить к нему второму блюду. Закладываем баночки доверху. Плотненько. И закрываем стерилизованной крышечкой. Все. Наша баночка готова. Также раскладываем наше лечо по следующим баночкам. Теперь баночки нужно укутать до полного остывания. Как только остынут, можно уже убрать и держать при комнатной температуре.